Геннадий Иванович за меня все рассказал, наверное, но тем не менее. Здравствуйте, коллеги! Рад вас приветствовать. Буквально несколько моментов по сегодняшнему, как мы его называем, супер-хоккейному дню, когда у нас одновременно сегодня прошло заседание трех корпоративных органов. Начался совет директоров КХЛ с минуты молчания. Сегодня 7 лет со дня трагедии под Ярославлем. В памяти об этом событии печальном в лиге и в клубах проводятся специальные акции. И на матчах, и во многих дворцах оборудованы мемориальные зоны, нашивки специальные, повязки, которые напоминают об этом трагическом событии. Так что они в наших сердцах, мы о них помним. Теперь, что касается новостей из повязки совета директоров. Первый совет директоров еще в старом составе утвердил распределение рекордных 400 миллионов рублей между клубами. Источниками этой суммы в основном является доход от реализации телевизионных прав. И нам отрадно отметить, что этот доход постоянно растет. И мы предвидим, что в следующем сезоне забюджетировали еще большее распределение. Так что лига в отличной форме. Сегодня мы представили уже бюджет и следующего года. А в этом году общий объем доходов за сезон 2017-2018 года составил рекордные 3 миллиарда 50 миллионов рублей. Это доходы от коммерческой деятельности в основном. И в этом вопросе мы на почти 20% выше, чем результаты прошлого года. Учитывая то, что, наверное, ни одна отрасль экономики не растет с такими темпами. Это говорит о том, что мы раскрываем тот самый потенциал лиги. И вы видите, что четвертый год лига демонстрирует хорошие результаты. И является прибыльным. Доходы от спонсоров увеличились на 20%. От продажи телевизионных прав и от реализации контента КХЛ-ТВ увеличились на 15%. Это хороший рост. Я уже скажу, что это больше, чем рост, например, рынка телевизионной рекламы в России. Распределение 400 миллионов – это на 50 миллионов больше, чем было в прошлом году. Нам, конечно, хотелось бы сохранить такую динамику. Будем смотреть, насколько конъюнктура экономическая будет этому позволять. Теперь очень важное, об этом я говорил с некоторыми из вас в Казани, это финансовый фэрплей, как главный инструмент контроля повышения прозрачности эффективности клубов и снижения зависимости от государственного финансирования, уже приносит свои результаты. У нас в этом году будет проверено 4 клуба. Уже проверки завершены у «Спартака» и у «СКА». В сентябре начинается проверка хоккейного клуба «Йокерит». И до конца сезона мы еще проверим «Сибирь», «Торпеда», «Трактор» и «Акбарс». Так что этот главный инструмент уже начинает работать, и мы получаем очень важную информацию, которая позволит клубам действительно оптимизировать свои расходы, не только в части, касающейся зарплат игроков. Здесь работает другой механизм, это потолок заработных плат. Мы помним, что этот сезон еще потолок мягкий, следующий сезон он будет мягкий, потолок снижается, но увеличивается штраф, и через сезон уже будет жесткий потолок, и клубы постепенно к этому готовятся. Мы видим, что оптимизируются затраты по этим статьям. Следом за заседанием сайта директоров у нас было общее собрание учредителей Лиги. Там как раз участвовали те, кто в свое время, 11 лет назад, 10 лет назад, учреждал Лигу. Основная функция общего собрания участников, это как раз то, что по уставу мы каждый раз переизбираем состав Совета директоров. Сейчас, в связи с теми ограничениями, которые были установлены российским законодательством, которые запрещали депутатам Государственной Думы входить в составы органов управления коммерческих организаций, а Лига является коммерческой, то вынуждены были покинуть Совет директоров, Третьяк и Фетисов. А новыми членами от представителей и учредителей, от ФХР и от компании, от которой был ранее Фетисов, стали Дмитрий Анатольевич Курбатов, виспрезидент ФХР, и Сергей Леонидович Ботехи. Он был у нас в Совете директоров, поэтому все коллеги знакомы и с хоккеем, и безусловно, и понимают задачи корпоративного управления, так что эффективная работа будет. И дальше уже новый состав Совета директоров, и наличным голосованием выбрал председателя Совета директоров уважаемого Геннадия Николаевича Тимченко. Единогласно, это говорит, а нет, был один воздержавшийся, это он сам. Это говорит о доверии всех членов Совета директоров к опыту и профессионализму Геннадия Николаевича. Как раз под его руководством Лиге очень многого удалось достичь, и именно благодаря его воле и последовательности у нас, видите, появились и утверждаются и стратегии, и финансовые результаты отличные. Но самое главное, мы выполняем те решения, которые принимаются. Новый Совет директоров успел рассмотреть ряд вопросов, при этом мы понимаем, что мы сходу не могли проголосовать за принятие этих вопросов, они вынесены на заочное голосование, то есть на этом Совете директоров эти вопросы были представлены. Дальше до 5 октября было поручение методам заочного голосования членам Совета директоров в новом составе уже высказаться и принять решение по поводу проведения особенностей чемпионатов нашей системы всех трех КХЛ женской хоккейной лиги и молодежной хоккейной лиги, вынесенных матчей в Цюрихе и в Вене, недели звезд хоккея в Татарстане, по поводу финансовой поддержки мероприятий, которые проводит Федерация хоккея России, по развитию детско-юношеского хоккея, предварительно в бюджете, который вынесли на согласование, запланированы выплаты в сторону Федерации хоккея России в размере 340 миллионов рублей. Помимо этого, было предложено для рассмотрения новый порядок распределения доходов между клубами от телевизионных прав. Здесь немножко изменился баланс в пользу увеличения выплат тем клубов, телевизионные права которых продаются дороже на рынке. Делаем это с расчетом того, что в стратегии у нас заложено привлечение иностранных клубов с рынков, которые являются наиболее привлекательными с точки зрения зрительского интереса и рынков, которые принесут нам больше доход от продажи телевизионных прав. Поэтому такой порядок нам представляется логичным. То есть те, кто больше зарабатывает территории, те должны клубы и получать больше денег. Ну и, наверное, предвидя вопросы, тут в СМИ были различные интерпретации по Адмиралу. Я отдельно хотел прокомментировать этот вопрос. Для нас, прежде всего, принципиальным является тот момент, что Адмирал нам предоставил копии соглашения о погашении задолженностей с игроками. И у нас есть график погашения, и мы наблюдаем за тем, как эти погашения, они будут четырьмя траншами заключаться. Как они будут происходить, мы будем следить за выполнением этих договоренностей, потому что для нас принципиально, чтобы долги по зарплатам игрокам, неважно, какого там старого клуба, нового, но они были в данном случае старого, действительно, который ликвидируется, они должны быть выполнены. И за этим Лига будет следить, как, в общем-то, мы следили и всегда. Ну, наверное, это все, что по итогам сайта директоров я хотел вам рассказать. Поэтому, если есть какие-то вопросы, давайте задавайте. Попытаюсь ответить. Сколько клубов будет сокращено в следующем сезоне? То есть, потому что, опять же, там околк меч на кем-то висит, то есть реально ли, что входят французские клубы, еще какие-то? Это интересный вариант, иначе деньги они будут играть. То есть это наш бизнес, или они местные деньги находят? Все иностранные клубы играют за свои деньги. По поводу количества клубов, целевой показатель стратегии 24. Я намерен его выполнять, этот целевой показатель. Но там уже дальше, как сайта директоров, примет какие решения. А что касается иностранных клубов, я уже много раз вам говорил, что у нас в переговорах их несколько. И как только будет уже в стадии, когда мы будем уже рассмотреть официальные заявки и анализировать финансовые документы, тогда можно будет уже о чем-то говорить. Сейчас пока идет проработка. В том числе и с французским участием клубов, предположительно, из Парижа, арены Д'Арси, и, может быть, Марселя. И вопрос до гонку. Есть клубы, которые застрахованы от вылетов из-за геополитических показателей? То есть, Кунь-Лунь стратегически важный, если у него там не будет зрителей, там не будет плей-офф, Адмирал, если у них продолжится проблема с деньгами, или такой страховки нет ни у кого? Нет, неприкасаемых точно нет. Это нигде не прописано, не формализовано. В общем, будет решать Совет Директоров по совокупности разных критериев. Ну что, коллеги, недавно виделись, наверное, все вопросы? Нет, теперь еще вопрос. Хорошо. Виктор Николаевич, такой вопрос. Вот на сайте КХЛ, информативном, на хорошем сайте, охваченном буквально все сферы хоккея, губернат хоккея, арена ЦСКА почему-то называется арена, я цитирую, в кавычках, парк легенд. Вот в чем дело? Во-первых, это безграмотно арена парк легенд. Можно арена в парке легенд подписать. А почему арена ЦСКА называется? Обновим, соответственно, с официальным названием. То есть так написано, арена в парке легенд? Я говорю, обновим. Спасибо за информацию. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.